Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале, что не всегда наглость, второе счастье. Таким образом, председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего внешнюю политику Украины наглую. Хороша ли наглость во внешней политике, которую ставит себе в заслугу Зеленский? Видимо, он считает наглость вторым счастьем, но, например, газовая политика Украины говорит об обратном, отметил Пушков. Сейчас европейские государства получают российский газ в обход Незалежной. И что ждет украинскую ГТС? По словам Пушкова, печальное будущее. Транзит в Венгрию через территорию Незалежной уже прекращен. И что теперь планирует делать мощная Украина с ее наглой политикой? Зеленский неверно расставил приоритеты. Он до сих пор верит, что вступление Украины в НАТО решит все проблемы. И ошибается. В Киеве слишком много думают о доминировании России в Черноморском регионе и мало о своих гражданах. В результате сложилась странная ситуация. С одной стороны, Киев называет нашу страну агрессором и требует создать новую стратегию для Черного моря, чтобы подвинуть Россию. А с другой продолжает считать, что Москва обязана транзитировать свой газ через украинскую территорию. Депутаты Рады тоже недовольны политикой, проводимой Зеленским. Нардеп Илья Кива от фракции «Оппозиционная платформа» за жизнь уверен, что президент приведет Украину ко всеобщей изоляции и бойкоту. С Зеленским украинцы уже прошли точку невозврата, а впереди их ждет не светлое европейское будущее, а развал и самоуничтожение. Последнее и станет результатом наглой внешнеполитической стратегии украинского лидера. Российский политолог Александр Дычак считает политику Зеленского непоследовательной. Президент незалежный, не способен реализовать долгосрочную стратегию развития украинского государства. Зеленский живет одним днем, не заглядывая в будущее. Не хватает знаний, политического опыта и, вероятно, ума. Его максимум – хамское поведение в отношении России и постоянное напоминание о собственных хотелках. Что касается газового вопроса, то довольно смешно наблюдать за истерикой Киева, требующего от европейских государств отказаться от российского газа. И это при том, что сейчас коллективный Запад особенно остро нуждается в энергоресурсах. По сути, Европа уже сражается за русский газ, чтобы себе уши не отморозить будущей зимой, а Украина продолжает пребывать в эйфории, полагая, что халява будет вечной. Продолжение следует...